Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Индекс промышленного производства в Кировской области выше, чем в ПФО и России. В 2023 году по отношению к 2022 этот показатель в нашем регионе 108,5%. При этом в среднем по ПФО 106,5%, а в среднем по стране 103,5%. Самый высокий рост отмечается по обрабатывающим производствам. Например, в выпуске готовых металлических изделий рост почти на 50%. В производстве электронных и оптических изделий на четверть. Электрического оборудования на 12%. В производстве продукции металлургии и в химическом производстве 10%. Также высокие показатели отмечаются в таких отраслях, как обеспечение электрической энергии, газом и паром, кондиционирование воздуха и в добыче полезных ископаемых. Цена на квартиры в новостройках в Кировской области за год выросла на 19,5%. Жилье на вторичном рынке подорожало на 10,5%. Данные на конец 2023 года приводит Кировстад. При этом отмечается, что в прошлом году стоимость жилья увеличивалась во всех регионах ПФО. Заметнее всего в Мариэл, где рост составил 28%, и в Чувашии, там рост 23%. На вторичном рынке жилья более всего квадратные метры прибавили в цене в Нижегородской области и в Пермском крае, рост на 16,5%. В эфире «Экономика». Каждый второй кировчанин получал налоговый вычет. Об этом говорят результаты исследования, проведенного специалистами сервиса «Суперджоб». Большинство кировчан знает о возможности оформления налогового вычета за оплату медицинских и образовательных услуг, инвестиционную деятельность, покупку недвижимости и другое. Каждый второй хоть раз подавал налоговую декларацию на возврат налогов. Каждый третий знает о такой возможности, но не пользуется ей по разным причинам. И лишь 16% опрошенных заявили, что слышат о налоговом вычете впервые. Более половины кировчан заполняют документы самостоятельно, каждый пятый – с помощью финансовых консультантов. Каждый девятый оформляет налоговый вычет с помощью друзей и родственников. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова